всем привет с вами канал артмания и мое утро начинается вот так там сидит дима кушает а я со вчерашнего дня перемалываю по лбу там уже осталось это пол пакетика вот я уже перемолола и зернами говорят не очень вкусно я не пробовала и что варить очень долго надо а вчера вот я варила вот именно так действительно понравилось очень вкусно и вот она у меня в кофемолке тут лежит баночку для нее конечно же освободила укурузную крупу пришлось пересыпать они кстати чуть-чуть похоже нет кукурузная покрупнее немножко такова уже тут не вмещается где-то наверно фотки в 2 в 3 даже я и перемалываю то есть 20 секунд перемолола потом она отдыхает у меня там как смогу вспомнить смогла подойти опять 20 секунд перемолола где-то раза три потому что внизу там бывают остаются семена и еще потрясешь остаются немножко где-то прям очень мелкая вот здесь вот немножко оббирай как было в древности когда женщины сидели с крупой и оббирать гречку выбирали там какие-то семена еще чего-то у нас как всегда пасмурно забыла еще вчера заварить термос мы завариваем и сыном целый день пьем потом снова заварим короче забыла вчера заварить тут у меня виноград лежит сегодня будем доедать вот у нас сыро холодно мокро какая машина интересная там стоит о какой слоненок классно что там капорол капорол это наверно какая-нибудь у него там фирма своя интересно посмотреть надо будет поискать в интернете субботы сегодня все в школу идут учатся да на улице так мерзко сначала так дома сидишь ой фу не хочу гулять а когда идешь с ребенком по улице в клуб его ведешь ну так идешь по улице ну ничего так нормально ну да моросит ну ничего идти можно ладно что ж теперь надо идти а вот как представишь по утрам его потом придется водить в садик сейчас мы с сыном спим там до девяти до десяти утра в садик придется водить некоторые мне рассказывают вообще там с плачем стою дети надо сразу приучать ой там так красиво смотрите ой так все желтые листочки такие лежат там классно жалко что мокро я бы конечно их это ну ладно в следующем году еще поснимать я хотела поснимать вам шорох листьев но везде шумно и с ребенком это очень сложно от коляски не отойдешь далеко вот и ладно в следующем году поснимаем а то в этом году все наснимала наснимала а в следующем что буду снимать не знаю что буду снимать так достала я тут такую гигантскую огромнейшую сумку тут у нас зимулька сидит там еще грязное белье мы собираем сегодня будет стирка у меня вот это огромная сумка с димиными игрушками развивающими когда я еще во время беременности была если я где-то увижу покупала еще где-то лежит она в сумке потому что однажды приехала свекровь и сказала что это все надо выкинуть потому что дима маленький и ему это не нужно и мне пришлось хоть как-то чтобы это все сохранить потому что покупалась это деньги тратились пришлось вот убрать в сумку в такую вот и убрать на балкон и сейчас наконец-то пришло время что-то достать сейчас мы с вами посмотрим что здесь у меня по бокам лежит а здесь у меня лото это с большой закупки но это наверное еще рано а плюс 3 да это еще немножко рановато наверное на них еще будет обзор попозже так посмотрим что у нас с этой стороны Дима твои ноги прямо везде так ну здесь конечно тоже лото да оно по бокам встало не надо не трогай ребенок ты везде прямо ну бери бери так здесь вот должно быть очень много ну да вот оно здесь очень много здесь даже я попрятала зубные щетки купленные когда Дима еще был маленький по акции думаю потом пригодятся где я думаю буду потом их искать ну как-то я не нахожу обычно так что у нас тут магнитная доска Дима уже в принципе может рисовать мы ее достаем ее еще во время беременности я покупала вот там она двусторонне здесь меликом с одной стороны меликом а с другой стороны уже это Дима играй с ней играй тут много да всяких игрушек конечно а вот да я про них вспоминала это я еще фикс прайс покупала на веревочках вот ну ладно сейчас я найду что мне надо наверное и потом вам покажу что я нашла так ну вот то что я выбрала нашла у меня уже был распечатанный слоненок вот такой здесь раз два три детали всего чуть поменьше был я пыталась чтобы он что-то делал ну как-то так отказался ему было неинтересно видимо рано было потом значит алфавит так магнитный да вот он магнитный алфавит называется у меня таких два набора если не три это я тоже еще в фикс прайсе покупала еще до беременности думаю понадобится обязательно здесь плюс три но мы уже алфавит изучаем и вот он может искать буквы буквы да буквы потом такая вот это тоже в фикс прайсе ту давай игрушку я тебе дала неси ее что ты сюда лезешь вот тут фрукты их там нужно разрезаешь как будто бы ну тоже наверное ребенку будет интересно так тут яйца на открой берешь снизу снизу держи открывай вот доставай сейчас нам Дима покажет доставай залази туда ручкой они правда по-моему тяжело открываются открывай ее короче вот такие вот штучки забыла как они называются и по цветам то есть соединяешь и по форме ну тут вот плюсик он такой пластмассовый да пластмассовый да хотя такой ну в принципе да потом как будто отличается цвет нет они одинаковые должны быть вот такие вот нет никак такая вот штучка ну это я думаю наверное каждый у всех есть тоже вот экспрайсовская ценник ну тоже там животных находишь вот и по форме вставишь интересно вот ну и сама конечно же магнитная доска вот вот она задом наперед открыла задом наперед наверх да вот она алфавит там наверное тоже алфавит что-то а тут алфавит есть тогда может быть тот не понадобится мелкие но у нас мелкие еще есть я покупала экспрайс почему она в виде косточки вот мне только непонятно пусть вот ратирается ну это хорошо тогда конечно хорошо вот они все самое главное все потом не растерять это цифры ну вот они дойдут все цифры а то я думаю что тут сколько больших то Дима, ты мне сейчас их все растеряешь. Вот они. Ну да, тогда можно в принципе с этими заниматься. Маркер. Тут вот он стирает тоже. Ну и сама магнитная доска. И с той стороны вот можно этими рисовать. Сейчас, кстати, в фикс прайсе продается магнитная доска за 200 рублей. Она, по-моему, размером побольше. Но я этого еще покупала давно. Поэтому не знала, что будет продаваться в фикс прайсе. Ребенок там уже яйца укладывает в вкладку. Тебе осталось только как курочка съесть сверху и все. И будем сейчас заниматься. Еще такую достала. Дима у меня ее забрал. Вот здесь рисуешь. Переводишь. Я такое помню в детстве. У меня одна штука была по-моему. Я мечтала еще несколько. Думал, блин, это же так интересно. Я перевел ее. Да? Как же она называется правильно-то? Дима! Дима! Успокойся. Или переводил. Не помню, короче, как она называется-то. Думаю, потом подрисовываешь там коровьи глазки, челочку, рога. Думаю, блин, разных цветов, думаю, можно наделать. Там тысячи вырезать. Раскрасить. Думаю, блин, это так интересно. Ну, вообще их там около штук пятидесяти. Так точно. Дима, сиди спокойно. Если ты тут сел. Так. Ну, вот, в принципе, тут. А, ну, вот тут нарисованы. Написаны темы. Лесные звери, домашние животные, птицы, грибы, фрукты. Ну, грибы, я думаю, можно и самим нарисовать. Фрукты тоже, в принципе. Но я не помню, какие конкретно у меня. Так. Обитатели вечных снегов. Животные Африки. Ну, вот это, конечно, посложнее. Овощи самим. Космос, в принципе, я думаю, тоже, наверное, можно самим нарисовать. Породы собак. Ну, вот это, да, посложнее. Динозавры, машины, листья деревьев. А, кстати, листья деревьев. Что мы там с вами как раз рисовали. Виды транспорта. Катин. Гардероб. Можно было просто гардероб. Веселые зверята. Аквариумные рыбки. Ну, как интересно. Насекомые. Посуда. Ну, и, короче, всего там. Цветы луговые. Цветы садовые. Ну, их, да. Их прям вообще очень-очень много. Разных. Тем. А, еще вот тут. Динозавры. Какие-то другие темы. Четырнадцатый год. Ну, да. Это еще далеко до Димы. Я начала покупать. Но когда-нибудь у меня будет ребенок. И когда-нибудь понадобится. Лучше купить сейчас подешевле, чем потом переплатить. И искать. Дима. Ну, все. Мы будем сейчас заниматься. Дима. Дима. Дима.